Новая графика, новая музыка, новый ангар и три десятка игровых карт. Старым останется только одно — минимальные системные требования. Подробнее об этом прямо сейчас в обзоре обновления 1.0. Масштаб изменений чувствуется уже в ангаре. На смену старому, уютному, но маленькому пришёл другой. Совершенно другой. Глядя на это, не хочется говорить слово «ангар». Это место вдохновения на новые подвиги и победы. Старый добрый Big World верой и правдой служил игре более восьми лет. Сегодня он уступает место новому графическому движку Core — собственной разработке команды Wargaming. Вместе с ним в мире танков появится новое освещение, тени, небо, новая вода и ландшафт. Перерисована вся растительность и подавляющее большинство объектов на картах. Новейшие технологии позволили добавить в игру визуальные эффекты, впечатляющие своей реалистичностью. Взаимодействие техники с окружающей средой переместилось на совершенно другой уровень. Чего только стоит эффект от выстрела. Технология Havoc Destruction позволила изменить сам подход к системе разрушений в игре. В будущем количество разрушаемых объектов будет только увеличиваться. Возможности нового движка сделали каждую локацию практически бескрайней. Но самое главное — минимальные системные требования при этом не изменились. Если ваш компьютер позволял играть в танки со старой графикой, то почти наверняка вы сможете насладиться новой графикой на этом же ПК. При первом запуске игры сработает автоматическое определение настроек. Система выберет максимальное качество картинки для игры с комфортным FPS. А если это покажется недостаточным, можно отрегулировать настройки вручную. О том, как сделать это наиболее эффективно, смотрите в специальном видео на нашем канале. Ссылка в описании. Кроме того, в ближайшее время появится специальная программа Config Tuner. Она позволит повышать FPS путём более тонкой настройки визуальных эффектов. Следите за новостями на официальном портале. В обновлении 1.0 в HD-качестве выйдет сразу 29 знакомых каждому локаций. Тут и самая первая карта в игре Карелия. И завораживающий горными пейзажами перевал. И полюбившийся многим Небельборг. Заполярье изменилось не только внешне, сменилось и название. Теперь это линия Майнер Гейма. Существенно доработано и возвращается в игру карта Оверлорд. Изменения есть практически на каждой локации. Где-то изменилась растительность. Где-то появились камни. В некоторых местах другим стал ландшафт. С точки зрения геймплея больше всех изменились такие карты, как Руинберг, Степи, Фьорды, Рыбацкая бухта, а также Эрленберг. Ранее на Руинберге верхняя команда спокойно простреливала центральную улицу города с зелёнки, а соперники ничего не могли с этим поделать. Теперь у нижней команды появилась позиция, которая устраняет эту несправедливость. На степях значительно доработаны оба фланга. Здесь появилось больше укрытий и точек для позиционной борьбы. Это позволит более прагматично как атаковать, так и обороняться. Фьорды стали гораздо живописнее. Но главное здесь не это. Серьёзно изменился холм по центру карты и пути подъезда к нему. В городе стало меньше деревьев. Улицы стали просторнее и светлее. Наибольшие изменения на Рыбацкой бухте коснулись первой-второй линии. Здесь значительно перекопали ландшафт. Теперь станет проще играть на технике с плохими углами вертикальной наводки. Кроме того, изменилась и центральная зона. Отсюда станет легче светить. Появилось больше свободного пространства. Серьёзно изменился Эрленберг. Застройка в центральной части карты значительно уплотнилась. Простреливать эту зону издали теперь сложнее. Холмы на флангах стали более пологими. Одновременно с этим появилось больше растительности. Одно из главных изменений — река. Теперь можно пересечь её практически в любом месте. Разработчики осознают важность хорошего баланса на каждой из локаций. Постоянно анализируют статистику, читают комментарии на форуме и не остановятся на внесённых изменениях. С выходом обновления 1.0 процесс доработки карт не прекратится. Еще одной зимней картой в игре будет абсолютно новая локация — Штиль. Сказать, что это очень атмосферная карта — не сказать ничего. Тут нужно побывать. Локация перемещает игроков ближе к полярному кругу. Баталии развернутся среди заснеженных и неприступных скал, посреди настоящего кладбища огромных, впечатляющих своими масштабами кораблей. Большая часть карты — ледяная гладь. Но в некоторых местах тяжеленные махины могут провалиться в воду. Первое время стоит быть осторожнее и хорошенько изучить карту. Выход обновления 1.0 — отличный повод сделать музыку погромче. У каждой карты в игре появится своя уникальная музыкальная картина. Это не просто три десятка мелодий. Это нечто большее и совершенное. Каждая из мелодий не просто погружает игроков в атмосферу карты, и для которой написано. Мелодия развивается в зависимости от того, как складывается для команды бой. О музыке можно долго рассуждать. Но лучше послушать. Обновление 1.0 — это начало нового отсчета. Многое уже сделано, но еще больше нового и интересного впереди. Следите за обновлениями и удачи на полях сражений!